Итого, приветствуем всех вас, дорогие братья и сестры, друзья, гости. Сегодня у нас 17-го жевтня, 23-го уроку, и Церковь Ивановича подчиняет свое служение перед всем Господним. Хай Бог всех вас знает, серьезно благословит. Ну что, сегодня у нас участвует служение Людмила Шумом, Польша, Таня Шур, Ревне, Васильчук, Ева, Россия, Вера Фрецак, Молдова, Эра Длитерлиг, Немеччина, Максимчук, Людмина, Оксана Рядкаус, Ольга Саражинская, Таня Тоженкова, Фурманчук, Виталий Володя Шек, Олег Белаш и я, в том числе, Ровно, и Вера Адамовец, Сакраменто. Вот такие мы имеем кулькости, но я же дал звонок Александра Дуденко в Америку и Анжела Романенко в Германии. Посмотрим, подключится, будем рады, нет? Ну, что поделаешь, нет, тоже ответ, не забывайте. Хорошо, выключаем свои камеры, друзья, подключаем слух. Знаете, есть много речей, которые иногда нас заважают, наше служение, а есть речи, которые нас подводируют. В жизни много трапляются моменты, которые иногда мы не знаем, как поступить, что робите, каким чином ты зробите. И поэтому Писание дает о себе знать, Писание нам дает право это все зробить, чтобы мы могли сразуметь и правильно поступить. Народзе я хочу читать такое местописание. Слова Иисуса Христа для тех, которые в поисках ответа тех чинящих ситуаций, в которых мы находимся. Я думаю, что это местописание нам неоднократно. Мы неоднократно мы чули, мы неоднократно знаем, о чем речь идет. Народзе. Придите ко мне все. Все. Иногда люди, знаете, есть две категории. Одни говорят, когда говоришь о Боге, когда говоришь, что Бог прощает. Ой, нет, я такой нарубил, я такой наделал, я такой, столько такой грешный. И там на себе накидает там что попало. Чуть ли я не знаю кто, что шансов нет, возможностей нет. Но это неправда, так нельзя, так не можно. Бог прощает все. Ну, кроме, написано, кроме Холла Духа Святого. То есть ограничения наши, Бог прощает. Другая категория. А что я рубил? А что я рубила? Кого я убила? Кого я грабила? То есть ангел с неба спустился, ноги облаками помазаны. И все. Я не дотронусь, я ничего не... А Бог не так говорит. Как бы ты себя не считал, как бы ты не считала, жизнь у нас бывает моменты, которые нам требуют. Какая-то поддержка, как разумение. И Бог говорит, придите ко мне все. Все придите, которые вы говорите, что я ничего не рубил, ничего не рубил. И те, которые говорят, что я такие не рубил, приходите. До меня. Идите до меня. У меня есть для вас нечто, которое вы не знаете. Это те, которые у вас затруднения жизни, обременения жизни. Вы не знаете, как там ситуация выкручивается, выкрутиться. Вы не знаете ответ на ваши вопросы. Приходите до меня. Я вас заспокою. У меня есть ключи, у меня есть возможности вам дать правильный ответ. Иногда мы шукаем ответы, знаете, где попало, где нам не надо даже воспитать. Но Бог что говорит нам, мы все думаем, это уже потом. Потом, когда все наши шансы закончатся, все возможности закончатся. Когда люди нам скажут нет, когда все двери закроются, тогда будем взвертаться до Бога. А в это время Бог говорит нам. А мы заглушаем наши уши, заглушаем наше сердце и как будто ничего не чуем. Как будто это не нам говорят, а Бог нам говорит, а кому-то. Я вспоминаю, когда я рассказал, я не помню сколько, роков назад, я еще в такую историю, когда одна семья хотела сбираться в Америку ехать, батьки, но с детьми хотели ехать в Америку. Ну и еще пошли до сосуда, а сосуд, Бог через сосуды говорит, что закрыта дорога там. То есть не дает, не благословляет Господь. Ну они считали, что все не так, пошли купили билеты, но все равно пошли шедес там. Тоже было сказано, что Бог не благословляет путь, который там едете, тримаете, не отменяете в таком духе. Ну а что рубить, они же билеты купили, все уже, документы все говорят, это не один день решать. Это время было. И они весь час испытали. Они хотели, чтобы Бог сказал, едьте уже, наконец Бог сказал, все, все, вопросы все закрыты. И аж третий раз скажут, пошли. Ну и Бог отправил, сказал, что да, есть дорога, есть путь, который вы выбрали в таком духе, не знаю. Короче, одним словом, они поехали в Америку. Прошли годы, эти дети выросли, эти дети пошли в мир. Эти дети начали вешворять, вешворять там. Кто в тюрьму попал, кто там за всякой гадости, за проституцией и тому подобное. И этот брат, кажется, на молитве вопял Богу и сказал, Боже, почему, почему стало такое вот, почему вот так случилось? И Дух Святой говорит через сосуда. Я тебя ведьмовляю, я тебя забрали, я тебя не отпускал, а ты захотел это. И это сегодня рубится по твоему сердцу. Иногда, знаете, когда Бог нам говорит, нам мы не хочем слухать, у нас другие планы, у нас уже планы есть. Как я уже сказал, цей хлопец, я не знаю, какие там уроки было, что сестра Таня. Я ему говорю, слухай, у нас будет все нормально, тем более, я думаю, что сестра Таня объясняла, рассказала, что, как, ну, что. Ему надо, как она сказала, прикантуваться, что-то, притулиться там, типа, в таком напрямке. А то, что жить нормально, перестать пить. Я ему говорю, ты выпивешь? Я говорю, слухай, я всегда даю испытание человеку. Всегда даю возможность и говорю, если ты придешь завтра трезвый, то это уже о многом говорит. Если людина действительно хочет, ему надо действительно покой, спокойствие и первое необходимое, что требует. Он будет жертвовать собою, он будет все рубить, чтобы на следующий день прийти трезво и жить нормально. Я ему рассказываю, что все будет добре, только завтра мы будем раздавать хлеб или пожарки. И приходит, а он, да, все ясно, все и понятно, все и положил на трубку, положил на трубку и пишет себе. О чем это говорит? Он не хочет, что ты голос Божий. А что он говорит? Он верующий. То есть Бог или что там, или как там, я не знаю. А где, что за верующие такие, что за, ну хорошо, ты верующий, ты упал, я понимаю, но у тебя есть шанс подняться. Ты можешь восстать, вставать. Ты можешь починать и заново обновить себя. Ты же можешь, Бог дает такое право, приходите ко мне все. Где ни социальный стан не считает, ни религия, ни мои значения, кто бы ты ни был, ни имение твоего, знание твоего, положение в существовании, ему это не интересно Богу. Если у тебя есть трудности, если у тебя есть, ты горит, проблемы, мы спеваем песню, ты горит целого света на его плечах, или что-то там, в таком духе. Он взял на себе эти горит целого света. И он готовит сегодня тебе и мне, каждому из нас, только у нас есть проблемы. Да не надо шукать таких величезных людей, шукать знаменитых людей. Слово Божие, и сам Господь говорит, придите, приходите, вставайте, придите, сделайте крок с вашей стороны, отдайтесь мне, и я вас успокою. Эти ваши трудности, они уже будут за бортом, уже вы забудьте о нем, и вы только задаты, когда вы придете до меня, простоте свое сердце. Вы захочете. Людина, я скажу, иногда своими усилиями хочет добиться к чему-то. И когда не получается, Бог допускает. Вы не удивляйтесь, когда у нас бывает теснота, иногда бывает, там, может, нас обзывают, нас клевешут, нас, может, давят души, там, я не знаю, неправильно поступают. Это все нормально. Для верующих людей это нормально. А что вы хотели? Христа вообще распяли. Дякую тебе Богу, что никто вас и нас не распинает. А мы этот тесный путь, мы сами добровольно выбрали. Конечно, какие смысл, если мы будем злоди, и нас обвиняют, а только что, то это же правильное роблять. Если я что-то сукрали, меня обвиняют воровство, это подвиг, что ли? Ты же не за Христа страдаешь? За деяние? А если ты как христианин, дякую Богу, благодари Господа, что Бог тебе випробовывает, Бог тебе благословляет, Бог тебе робит, да помогает и делает там все возможные, чтобы ты действительно ощущал Его присутствие в твоей жизни. И никогда нам Бог на произволе не оставляет там, как хочешь. Нет. По мере веры, по мере нашей возможности, Он допускает нечто, чтобы мы подошли более и более, приблизились к Нему. Придите ко мне все, суждаешься и обременно, я успокою вас. Когда мы приходим до Господа, говорим, возьмите Иго моё на себе. Знаете, люди сегодня, я слышу, вы не расчули, там есть много людей, которые сегодня в рабстве. Они в настоящем рабстве, рабства у нас давно уже немало, да? Но они теперь в рабстве. Они попали в плен, они оказались там и сям, через чего? Они хотели зарублять, они хотели, что кто-то пошел на войну, попал в плен, а им как раб пользуются. Кто-то девчат, в основном, больше девчат забирают на цей. За границу, типа там зарублят там, гроши, тем более они догадываются, что куда их везут. Но все равно идут. А паспорта забрали, то есть в подвале тримают, и все, рабстве. И это Иго, рабственное Иго, и на плечах, на шее, и они так и живут. За дамы, говорят, живут так, и никто не знает. Да и ванны, еще ванны. А Бог пропонует зов всем другим, скажи, Иго моё, берите Иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Знаете, Господь, я скажу, сказать это одно. Мы смотрели «Страсты Христовы», да, некоторые смотрели, это зашумевший фильм такой, дуже сильно описывав, ни один фильм так не показывал страждание Христа, как в этом фильме показано было, и были по-настоящему. У меня есть свидетельство этого актера, который у меня, он говорит там, и рассказывает, он описывает этот фильм, как это было, как Мэль Гибсон его пропонувал и тому подобное. И были, нормально были, и той крест, который он низ, это не было такие, как называется, фиктивный человек, там такой легкий, настоящий, тяжелый, сколько, 70 лишним килограмм было, волочил он собой. И, знаете, он пережил, и Христос это все пережил, это он описывает это все. И Христос это все пережил, прошел этот путь, чтобы мы научились от него. Иногда нас не успевали бить, а мы уже кричим «Караул, спасайте, помогите!» Подчикаете? У нас, у Бога есть что научиться. У Господа, Господь сам дает нам право. Я сказал, я недавно, мне пригласили одну конференцию. Ну, я слушал, слушал, слушал в киньсе, когда я связи рассказывал. Одному человеку вообще не понравилось это все. Ну, правда, некоторые меня поддержали, чтобы я шею был. Ну, я перестал ходить, подключиться. Я понял, для себя я сделал выставок, знаете что? Потому что там говорили теоретично, теорию. Это надо делать так, это надо делать так, вот одни делают так, вот надо делать так. Они все это говорят. Я не слышал ни один конкретный пример. Я не слышал, что кто-то сказал, вот я так поступаю, а вот так надо поступить, вот это, потому что я пережил это встреча. Теоретично, они рассказывают, в каком году, когда-то было, вот, а потом это так было. И рассказали, рассказали, но потом киньсе уже мне дали слово. А я рассказывал реально, что мы робим вот с вами. Конкретно рассказываю. И один говорит, так, как же, сегодня церкви робили хостелом. Сегодня люди, Слово Божие, поменялись на обеды, там, то есть все, при чем это все? Слухи-то, голодный хостел. Я проповедовал вчера, кажется, неделю проповедовал, да? Господь говорит, что я жаждал, вина поили меня. Ну, при чем тут хостель? Я голодный был, накормили меня. Я нагибал, одевали меня. Ну, это где? Это кто это делает? Это члены церкви должны делать. А кто мои робиты? А он говорит, превратили Слово Божие. При чем тут превратили? Я сказал, хватит уже рассказать о Христа, одной тоже, одному человеку. Ты его покажи. Он хочет бачить, он хочет увидеть Христа, который ты рассказываешь так бурно. Ты покажи, прояви. Если он голодный, твое историчное свидетельство, не может, а что, он поймет, слушает, но ему хочется есть. Его желудок нуждается подкрепление, у него силы нема слуха даже тебе. Несмотря на то, что мы рассказываем великие ценности, духовные вещи, говорят. Но только что, если человек голодный сидит, думает, что улица закинчится, может, какую-то булочку дадут. Я хочу говорить, раз дети голые, холодно, зима, я помню, и наши сестры, может, кто-то помнит, не помнит, когда этот Гриша. Однажды мы раздавали хлеб, не хлеб, это, мы еще делали, на базаре проповедовали. Да, проповедовали и чай давали по киньце. Помните, бля этого, как это называется, бля базара, там, скверики там, в этом, мы там проповедовали. И он однажды, он мне холодно, знаете, ну, холодно. И цей человек говорит, а у меня такая велюрая куртка была, такая хорошая, такая куртка, я не помню, кто подарил там. И он мне говорит, дайте мне вашу куртку. А, куртку дайте. А я? А у меня ничего не мало, а мне на работу завтра. А вот и стоит вопрос, он замерзает стоит. Он такой, ну, чуть старше мне, наверное, был. Цена, дайте мне вашу куртку. Я, а там бабушки еще работали, да, помните, там, это, сидели там, базарщик такой был. И они все дивятся. Ну, может, кто-то подумал, дружи, ты хорошо проповедовал, а ты, так. Ты хорошо проповедовал, но теперь надо воплотить это. Как проповедуем, так и требует жить. Ну, а что, я говорю, добрый, дай мне с кармана вытащить, что там есть. А я себе думаю, так, а завтра на работу, чем надо, слушай, уже осень, там холодно. Думаю, так, ага, вспомнили, какие спалты у меня есть такие страшные. Ничего. Я, знаете, отдал эту куртку. Еще, вы думаете, так, тихо я сказал. Еще, вы думаете, я остался без курток? Нет. Главное было первый раз. А потом уже не раз я отдал эти свои куртки. А Господь никогда не оставляет, друзья. Бог допускает. Бог допускает. Он хочет, чтобы мы были таким, как Он. Уподобились Ему. Он кроток и смирен с сердцем. Ладно, богато есть еще негативные примеры. Я не хочу это говорить тем. Когда мы будем уподобиться, чуете? Тогда найдем покой души, скажи Господь. Тогда найдем покой души. Бог винт, кроток и смирен с сердцем. И эта кротость, которой у нас иногда не хватает, к сожалению. Кажут, знаете, кажут, я здесь недавно чувствую такое. Говорят, когда слепой прозреет, что он первым сделает? Вы видели этот клипчин, клип, там, вирус. Слепой, когда прозреет, что он первым сделает? Выкинет ту палочку, которой он всю жизнь ему помогал. Ну, все время. Палочка, которая все время помогала, он ее выкинет. И этот человек заметил. Если ты хочешь знать, кто твой друг, который ты всегда помогал, кто твой близкий, как перестанешь с ним общаться, как перестанешь дружить, он сразу откроет свое лицо. И в жизни так действительно, это действительно так. Действительно так люди поступают. Казалось бы, да, действительно, слепой прозрел, а ему знаешь, что палочка. А все-таки эта палочка сколько ему помогала и выручала, что яму не попал, там, не споткнулся и тому подобное, да? А только прозрел, он его выкинул. И каждый, давай своему ближнему, который перестань, будет полезным, он сразу откроет твое лицо. А это о чём говорится? Потому что люди, у них инши бремя, у них мерка инша, критерия другая, понятия другие, у них совсем по-иншему они осудят. И впоследствии эти люди мают проблемы. Господь сегодня говорит до нас, друзья, поверьте, у нас майя буты, хоть никто не скажет, есть учение, когда если ты верующий, то не должен ни болеть, ни теннис, и все проблемы у тебя, у тебя все буты. Я не знаю, что за верующий, где это, может на небе буты так, на земле такого нема. Но Господь нам другому рассказывал, что мы можем пройти эти тесные врата, и был узок путь, ведущий жизнь, и немногие находят. И в этом узком пути у нас могут и всякие ситуации произойти, но мы должны претерпевшие до конца спасаться. Мы должны пройти этот путь, этот шлах. Как мы можем пройти? Когда мы придем до Господа со своими трудностями и своими бременами, мы будем найти покой души, успокоимся. Потому что, например, он говорит, иго его, если мы верим на себя, потому что он кроток и смирен сердцем, и найдем покой души вашим Богом. Иго моё благо и бремя моё легко. В присутствии Божьем, поверьте, друзья, нам хорошо. Буде боли. Ну, ничего страшного, как сказал Брат Митти, когда молится за исцеление, там кого-то молится, когда еще болит, он говорит, еще болит там. Он говорит, ничего страшного, то, что болит, это боли, это хворобы нет. А боль, ну то что, у тебя палец, как попадает это, сучок. Как он там называется, болит, правда? Да, а достаешь, достал, бачишь, что достал. А ведь там все болит. Ну, а его-то он не мог. Ну, ничего страшного. Наша надежда на Господа, друзья. Будем возлагать на Него. Мы будем, дякуя Господу, будем благодарить, что есть до кого нам притулиться. Есть до кого нам приблизиться. Поэтому запомните слова Христа. Придите ко мне все. Все. Не исключай себя, не выключай себя. Скажи, я тоже там, я тоже там. Труждаешься в временении, и я успокою вас. Господь, хай, благослови, друзья, каждому из нас. Мы сейчас будем перед началом нашей служения. Помолимся, подякуем Господу, поблагодарим. Я дякую Богу, что наши сестры сегодня с нами. Сестра Вера Фрица, особенно, потому что она была в лекарне. Адамович, она не помнит, чего не было. Может, здесь было на аппетментах. Ничего страшного. Но мы рады, что сегодня они. И все наши сестры, браты, которые сегодня есть. Хай Бог всех нас, ясно благослови, друзья. Кто, как может, взываем до нашего Бога. Слава тебе, Господи. Отец, мы снова и снова перед тобой, Господи. Мы дякуем тебе, Боже, мы славим вас, величаем, Господи. Хвала тебе. Благодарим, Господи, за свое присутствие на этом месте, Боже. Дякую за моих, братья и сестры, за каждое сердце, каждую душу, Господи. Який нас благословил, Господь. Мы пришли перед предприятием нашими трудностями, нашими бременами, Господь. Мы знаем, что ты горь, Господь. Каждое сердце Божье. Я сомнево благословю, Господи, за веру Фрица, Господь. Дякую, что ты принял, Боже. За людьми до шума, Господи, дякую, Господи, что даю силу приплевать, Господи. И мои гречи, честные брати, Господи, який нуждает, что приплевать у тебя, Боже. Благодарствови дух сви, Благодарствови, говори, Господь. Хайце вечер, Боже, вид тебе, Господи, почитали мне слово твоё, Господи. Уградили тебе, Боже, и прославили тебе, Господи. Слава, Господа, отбора тебе, Отче небесный, за все перемешали. Хайце вечер, Боже, и прославили тебе, Господи. Подобно ласточке, Летящей в вышине, И в небесах едва видна она. Так нашей жизни путь, Ведущей в небесах, Подобен ласточке, Летящей вверх. Сверкнет ли молния, И гром не загремит, И у земли уж ласточка летит. Когда же дождь пройдёт, И солнце заблестит, Тогда вверх снова ласточка летит. Сгляни же, человек, На птичек дружный хор, Как Богу радостно хвалу поёт. Ведь ты спасён навек, Так что ж уныл твой взор, И от тебя хвалы Бог тоже ждёт. Возьми же, человек, Ты ласточку в пример, И богослов на жизненном пути. Хочешь встретишь трудности, И ветры сильные, Что затруднят тебя вперёд идти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Как дорого купил он нас в стражданиях, какую страшную цину он заплатил, какие тяжкие он перенес в гущаньях, как высоко нас грешных оценив. Я думаю, он плакал в стражданиях, никто не в терзю очей слезу, и сейчас он говорит, что он всем без обрекания, вы не пирали, но я упру. Как тебе, Господь, втратил мои слезы? О, Агнець Божий, кому, как не тебе, ты пережил? Ты плакал у дороги, мои все боли винес на собі. Салам. За горою стоїть місто, де побачив я, смерткий нік світив простори по вітницю отця. Чудове місто красою бране, і я колись жде царя його приходу, Єрусалим святий. Єрусалим, Єрусалим З пророчих слів відомо нам, що східна брама буде відкрита, Єрусалим святий. Єрусалим, Єрусалим, з пророчих слів відомо нам, що східна брама буде відкрита, Єрусалим святий. Як погляну на голову серцем бачу я, Три христи найтам черніють, Розп'яли там христа. Спасіння світло приніс на землю Сім нам Божий Сит. Три ж його віддав на муки, Єрусалим святий. Єрусалим, Єрусалим, любив тебе Месія сам, Чому ж любов ти святу відкину, Єрусалим святий. Єрусалим, Єрусалим, любив тебе Месія сам, Прийми любов ти його святою, Єрусалим святий. Єрусалим, Єрусалим, з пророчих слів відомо нам, Що східна брама буде відкрита, Єрусалим святий. Що східна брама буде відкрита, Єрусалим святий. Слава Богу. Слава Богу. Так, сестра Вера, дайте ми брату Алексу дамо слово. Брат Алекс з Америки. Давай, поки ти є, бо потім тебе не зловить і ми не можемо зрозуміти. Ти будеш, не будеш. Два слова. Ти вже як уїхав, так і ми нічого не знаємо про тебе. Де ти, що ти, як ти. Давай, в своє час розповідь все, що ти пропустив. Вітаємо всіх, брати та сестри. Вітаємо всіх. Так що ми зараз втроєм тут і будуть всі по чуть-чуть. Ми їдемо в дорозі, але ж будемо, як сказати, як брат Сану каже, треба отрабатувати. Бо тому, що ми, як сказати, багато вже не були з вами і треба трохи отрабатувати. Зараз ми почнемо з Алексею в нас і брата Алексею. Він трохи поділиться з нами. Вам пожелаю Боже благословіння. Розкаже Вітки він, трохи як його звати і поділиться, хай Бог благословив. Так що зараз направляю камеру в сторону Алексея. Пожалуйста, Алексей, хай Бог благословить. Слава Богу. Я думаю, хтось знає мене, я вже представлявся, я зрівнов. Але зараз проживаю тут, в США, 8-9 місяців вже. Хай вас Бог благослови всіх. Хай милість Божа хай буде над всіма лами і над нами. Я хотів поділитися пару слов сказати про, читав про Гедеона недавно, і так пару дунок таких хочу залишити. Коли к Гедеону прийшов ангел і каже, що муж сильний до нього. І каже, що йди з тої сили, яку ти маєш. Він каже, він спочатку подає, от де ці всі чудеса, де це все, що ми чули від наших батьків. Тобто ми бачимо, що батьки, так як і написано було в старому заповіті, вони мали навчати, мали говорити про чудеса Божі, про це все, що звершав Бог. Це мали вони розказувати своїм дітям. І він це все чув. І він, знаєте, деякі люди почують, де і забудуть, знаєте. Це людина розмірковувала внутрі себе, думає, Господи, де воно все. Де воно все, хочеться бачити це все. Хочеться бачити, як це море розступається. Хочеться бачити, як з камня вода тече. Хочеться бачити. І він це думав, і Бог побачив, знаєте. Хто розміщає над Писанням, внутри, хто щиро бажає бачити дії Божі. Бог це все бачить. І Бог обов'язково дасть відповідь і кишле і людину, і ангела. І сам проговорить. І сам навчить, як проходити життя, щоб отримувати обітування, як Авраам. Ми знаємо, що він 25 років чекав своє виконання обітниці. І цей весь час Бог його проводив. Очищав його віру, щоб вона була як золото через вогонь, який очищений. І коли він це все пройшов, він зрозумів, Бог каже, іменно Сара радить тебе, іменно Сара. Він думав спочатку домочадець, потім думав, що син о трабині. І ми іноді до кінця не розуміємо, що Бог від нас хоче, і як він буде звершувати свої обітниці. Але проходить час, ми проходимо життя, і його голос, він все ярче і чочче звучить в нашому серці, в нашому житті. І Гідеону, коли він погодився, як і Авраам вийти із Ура Халдєйського, погодився і ти, теж Бог сказав, що ти маєш зрубати то дерево, той жертвенік Валааму. Це все зруйнувати і зробити Божий жертвенік принесний на ньому жертву для Бога. Тобто Бог буде показувати, що ми маємо очистити в своєму житті, щоб звершувалися чудеса Божі. Як, пам'ятаю, в старому заповіті сказано, там, десь, по-моєму, Моїсей казав, що ви освітітіся, очистітіся. Бо Бог буде звершувати чудеса між вами. І я бажаю собі і кожному з нас, щоб ми були чутливі до голосу Божого. Як я не раз згадую, навіть про ту жінку, яка прийшла і Христос каже, що нехорошо дати хліб цим, бросить псам, забрати у дітей, бросить псам. Вона, знаєте, в своєму серці теж розмірковувала, вона чула про Ісуса і вона шукала порятунку. І вона була, знаєте, готова смиритися і признати, що вона, да, вона язичниця, той піс. І, можливо, да, через це все прийшли проблеми, що вона живе серед такого народу і сама участвувала в цьому-всьому язичістві. І це із-за того і з донькою проблеми були, вона була одержима, але вона прийшла, смирилася і змогла отримати Боже благословіння, Божу благодаті. І хай Бог нас благословить, щоб ми через терпіння ми достигали Божих обітниць, щоб ми мали сили на кожен день проходити, і щоб Божа воля, вона твердою рукою Господа нашого звершилась в нашому житті. Хай вас Бог благословить всіх, хто, може, можливо, мене пам'ятає, знає, і всіх, хто перший раз чує. Божого благословіння вам всім, браті і сестру. Дякую, дякую. Дякую, брат Алексей, ми пам'ятаємо, брате, хай Бог благословить тебе, твою сем'ю і оточення. Прошу, брата. У нас є чуть моложе, брат Алексей, але ми побачимо, він буде на англійськом или на українськом, як він захоче, як йому краще. І будемо переводити. Давай, пробуй, Алексей. Поділийся, якісь мислями, свідчення, що в тебе є. Пусть бабула совіта, Алексей. Приветствую, братья і сестру. Мене звуть Алекс, як брат говорив. Я хочу говорити пару словів обродіння. Encouragement на англійське. Ободріння. Обродіння, да. Ободріння. І я хочу говорити, хай Бог благословить вас. Продолжаймо служити Мого. В каждій ситуации в нашій житті. В каждому місці, де Бог нас ставить. І не унывати. Не унывати. Не унывати. Амінь. Амінь. Ну, ми раді, раді. Ход би Микола, все одно, хто би не був, ми раді. За кожного, який Господь вложить в серце. Алекс, а скільки років тебе і скільки дітей в вашій сім'ї і батьки? Кто вони? Я 21 років. Мені є зі дві сістри і один брак. Лучше. А вони теж ходять служити, верити Богу, служити Господу? Це, брат Сано, це мій старший сім. А, то я знаю його батьки. А, окей, окей, Алекс. Ви дуже раді. Хай Бог благословить. А він з тобою в Інді Бугу вже? Ви ще не був, але жалання є. Окей, добре, брат. Плізь. Пусть Бог благословить. Ну, я не знаю, як у вас по времені. Як у вас там по времені. Скільки времені ще є у нас? Ну, учити, що ти давно не говорив, пока не скажемо. Я зрозумі. Я зрозумі. Я все зрозумі. Я часто кажу індусам, я кажу. Братья і сістрі, два часа почти прошло служення. Братья і сістрі, ми ще 4 часа будемо? Три часа? Хто за того, щоб ще 3 часа служення, 4? Подійміть руху. Я всегда сторонник для того, щоб люди делілися від серця від серця. Другими людьми проповедували евангелие, розказували, розказували. Другими людьми є. Другими людьми є. Моляться. Другими є можливість. Другими є. Другими є. Другими є. Пsky inneqดуюча, Бог благословляє, відповіє. Других є можливість. Б Five не відповідає. За показатель всему этому отвечает он нам или нет. Это говорит о том, насколько он нам ответил на нашу молитву. Ну, что я имею ввиду? Я говорю, вот сейчас говорю, что если братья и сестры, они говорят, вот, Алекс, мы хотим, чтобы у нас церковь построилась. Я говорю, хорошо, что вы делаете для этого. Молимся. Хорошо, вы молитесь. У меня вопрос такой. Вы молитесь, и как Бог отвечает на вашу молитву? Ну, мы молимся. Ответ на молитву – это просто. Я вижу, когда вы молитесь, Бог отвечает практически. Когда вы слабо молитесь или плохо молитесь, значит, Бог не отвечает, не дает. Вы говорите, что надо. А Бог ни двери не открывает, значит, плохо молитесь. И они так слушают, слушают и говорят, все, вы поняли. Я говорю, я даже больше говорю, что если Бог не отвечает вам на молитву, значит, вы плохо молитесь и равнодушны. Вы просто говорите о молитве, но на самом деле молитвы нет. Тот же ответа нет. И они говорят, все, вы поняли. Начинают молиться по-настоящему, и мы видим ответ. А потом я говорю уже, а сейчас ответ есть на молитву? Есть. Вот Бог отвечает на это молитву. Если небо закрыто, значит, какая-то причина есть там. Причина эта, возможно, и в нас. Причина, возможно, она и в обстоятельствах вокруг нас. Может быть, еще какие-то. Но есть какая-то причина, когда мы вот эту причину смотрим на нее, и Бог нам дает мудрости, как ее понять, решить и служить Господу. И Бог отвечает. Самое большое благословение – это когда люди подходят к служению, подходят в простоте во Христе. Вот это очень важно. Когда мы не удивляем Бога нашими красивыми проповедями, удивляем нашего Господа своим смирением перед Ним. Вот я сегодня задаю вопрос и себе, и задаю вопрос каждому из нас. Что такое смирение? Как вот мы понимаем смириться перед Господом? Вот как мы практически смиряемся? Давайте мы представим для себя такой момент, как я практически смиряюсь перед Господом? Что я делаю? Какие у меня, возможно, намерения? Что я делаю для этого? Возможно, я пост, молитву, возможно, еще чего-то делаю в своей жизни. Как понять, что я смиряюсь перед… Как мне самому проверить себя? Смиряюсь я перед Господом или нет? Вот вопрос такой. Смиряюсь я перед Ним или нет? Как мне сегодня проверить сам себя? Смиряюсь я перед Ним или нет? И то мое, которое я думаю, мое смирение, которое я представляю и думаю, что я смиряюсь. Угодно ли оно Господу? Правильно ли видит Бог то, что я… Как я смиряюсь? Потому что, возможно, есть несколько категорий смирения, которые я бы хотел сегодня очень коротко, насколько это возможно поделиться с нами. Есть такое, как сказать, лицемерное смирение. Ну что я имею в виду? Человек смиряется внешне перед людьми. Ну что, чтобы люди видели, что он смиряется. Как оно может быть? Оно может проявляться в определенной… Я могу, например, в старой или в такой грязной одежде ходить и думать, что это смирение перед Богом. Есть другая категория, в которой мы как будто смиряемся, создаем вид благочестия. Вид благочестия – это что? Это человек, который он себя создает такой вид благочестивый перед людьми. Но на самом деле там нету смирения того перед нашим Господом. Почему? Потому что давайте мы проверим вот такой вид благочестия, в чем оно заключается. Когда мы, например, приходим в церковь или видим друг друга, или встречаемся с друг другом, то мы создаем такой вид благочестия. Мы как будто благочестивые, еще такой вид, возможно, серьезный примем на себе. И мы как будто смиряемся, как будто смиряемся, как будто делаем вид благочестия. Но когда мы уходим из церкви, и мать и сестры не видят нас, то тогда в тот момент, кто мы есть на самом деле, вот тогда мы должны посмотреть, когда я один на один, возможно, дома сплю, возможно, я еду, возможно, нахожусь, возможно, ничего. Вот именно в тот момент, кто я есть, какое у меня смирение тогда. Думаю ли я тогда о смирении перед Господом? Думаю, как реагирует, или я создаю просто вид, что я как будто смиренный. Но на самом деле этот вид смиренного человека, я создаю его видимого. Такого просто так создаю, чтобы люди думали обо мне, что я, возможно, видный человек, что я знаменитый проповедник, или пастор, или кто там еще, или член церкви. Я работаю над внешней атрибутикой, чтобы люди думали обо мне, какой я смиренный, какой я духовный человек. Это есть, мы видим, что лжесмирение, лжесвятость, лжесмирение, лжеподход, который мы понимаем перед нашим Господом. Можно это делать, возможно, даже это делать и проповедуя, как сказать, и не проявляя смирение. Возможно, если нет, возможно, еще чего-то. Я живу и живу просто для того, чтобы я христианин правильный, что я и мое, все мое смирение или все мое, оно сводится для того, чтобы, как я выгляжу перед людьми. Это я называю ложное смирение. Что такое настоящее смирение? Как будто мы знаем, как оно может проявляться в нашей жизни, настоящее смирение. Это проявляется тогда, когда у нас есть страх Божий. Что такое страх Божий? Это ненавидит зло. Страх Божий – это именно служить Богу независимо от обстоятельства жизни или то, что окружает нас или меня. Может, человек ставит Бог на такие обстоятельства, которые нам, возможно, нужно правильно себя одеваться, потому что мы иногда даже неправильно по-христиански одеваемся. И в этом мы видим, что когда мы не смиряемся, это делаем неправильно или, возможно, мы это делаем не совсем по-христиански. Мы как будто приходим в церковь, мы как будто смиренные и все одеты правильно. А когда вне где-то в другом месте или там независимо, где мы в другом месте, у нас появляется как будто Бог уже меняется, становится не такой уже строгий или не такое уже у Него требование к нам. В церкви, когда мы находимся, это требования у Него велики. А вот когда же вне или где-то в стороне, то уже требования уже меняются другим. Это есть лже-смирение, лже-святость, лже-подход. Почему? Потому что мы, находясь в одном месте одним, в другом месте мы находимся другим. Это касается, это я говорю об одежде, нашего поведения, наших слов. Мы видим, что иногда мы можем находиться где-то в другом месте и свидетельствовать об Иисусе Христе. Что я имею в виду? Когда мы в церкви, мы можем петь, мы можем рассказывать, мы можем проповедовать, мы можем говорить об Иисусе Христе и дерзновенно это делать. А когда мы на работе или где-то между другими людьми, которые не верующими и тому подобное, мы тогда куда-то уходим наше дерзновение или наше то оно уходит. Вот вопрос. Смиряюсь ли я только в церкви и провозглашаю об Иисусе Христе, кто я есть? Или я и в церкви, и в других местах? Потому Христос сказал, что кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным. Прелюбодейным и грешным. Того и он постыдится. Мы видим, что смирение это связано с послушанием. Смирение это с послушанием Его воли. То, что если мы в церкви дерзновенно, ревностно мы это говорим, а когда мы один на один где-то в других местах, у нас приходит и стыд, у нас приходит, возможно, еще какое-то то дерзновение пропадает. И получается вопрос. Настолько я смиряюсь перед Его заповедем, перед Его волей. Смиряюсь перед тем, которое Он заложил, что я должен и от этого делать. Возможно, я в церкви пою псалом, как Иисус любит, нужно проповедь. А когда я иду, возможно, один на один где-то с кем-то, то мне и стыдно. А что люди скажут? А я не так пою, я не так делаю, я не так еще чего-то. А если я мог бы как знаменитый человек петь, то тогда я бы пел бы. А вот так как я не умею, тогда я не буду позориться. Но вопрос. То, что Бог нам дал таланты, Он ошибся, что Он нам дал? Он не ошибся. Бог нам дал таланты или проповедовать, или петь. Расскажу один случай. Я вспоминаю, когда люди... Я уверовал, пришел к Богу и проповедовал, и хотел петь. И люди в одно время стали смеяться, что я неправильно пою, неправильно по-правильно. И смеялись меня, потому что у них лучше получалось у них. Я как-то расстроился, думаю, Господи, и такая не совсем приятная, думаю, Господи, ситуация. Значит, что-то оно не так. Пошел я домой, начал петь, начал учиться проповедовать, петь. И я пришел к выводу такому, Бог показал мне, это для меня было откровение. Я говорю, Господи, вот так как ты дал мне талант, какой ты дал, как пою я или проповедую, все, что ты мне дал, это ты дал. Я не мог это приобрести сам по себе, потому что ты предусмотрел дать мне такой талант петь. Вот таким талантом, как ты мне дал, хочешь ты или нет, но я буду петь, проставлять имя твое, и тебе не будет стыдно слушать меня, потому что ты так сотворил меня. А что мне люди, то, что им стыдно или не стыдно, мне все равно. Я знаю, что ты мне дал, и тебе не стыдно меня слушать с таким талантом, как ты мне дал. Вот и слушай меня такой, как я есть. Проповедовать тоже. Иисус, слушай меня, как ты мне дал, я так буду делать, и тебе не будет стыдно меня слушать. Почему? И Бог пусть не слушает, что с таким талантом ты сотворил меня. Проблема в чем? Проблема в чем? В нашем я, в нашем гордом мы не можем смириться, так сказать, Господь. Ты мне дал такой талант. Я им, именно им, я буду прославлять имя твое и верующим, и неверующим всем. И я смиряю свою выю, потому что ты так создал меня. Ты так сотворил меня. Ты так сделал, и тебе не будет стыдно меня слушать таким, как я есть. Потому, и здесь вопрос заключается. Насколько я смирился. Мы сегодня говорим о смирении. Насколько я смирился под крепкую руку Божью. Под крепкую руку Божью, сказал Господь. Ты это все мне дал, ты это таким сотворил меня. И я спокоен, потому что это не от меня зависело. А когда у нас есть наше я, наши гордые, надменные, то мы уже начинаем думать. А вот бы был какой-то большой человек, талантливый пел. Вот я бы тогда бы... А как правило, те талантливые люди, они то же самое, гордые, надменные, не хотят петь, прославлять Господа. Им надо их упрашивать. Их надо говорить. Может, мы думаем, что были бы как они. А они как правильно из практики, это уже проверено. Их надо упрашивать. Или платить, или упрашивать. Или чего-то им особенное такое же. Или большую сцену, как один музыкант мне говорит. Ну, если ты дашь большую сцену, я буду тогда играть на аккордеоне и петь. А что мне там, когда не много людей, у него нет удержновения там это делать. Вот, мы не должны смотреть на кого-то, мы должны смиряться. И так как Бог нам дал. Прославлять, говорить, проповедовать, петь. Везде. И в церкви, и вне. Везде бы находилось. Пой, прославляй имя Господа. Ее мы дальше, я понимаю, что время бежит. Мы говорим о смирении. О практическом смирении, которое оно в жизни. Оно, мы сталкиваемся с этим. И мы сталкиваемся с тем, что это касается и проповеди Евангелия. Многие люди говорят, слушай, если я бы проповедовал вот так сильно, вот так люди бы аж ахали, то тогда я бы выходил бы и не позорился, рассказывал бы людям. А так как у меня не совсем оно получается, и люди возвращаются, то я вообще не буду. Это говорит о том, что мы не поняли, что такое смирение перед нашим Господом. Было время, когда проповедовать моя, я уже, может, поделюсь с вами, первая моя проповедь была. Я сегодня как раз с братьями вспоминал. Моя первая проповедь была, я вспоминаю, 1991 года. Это была моя первая проповедь. Хотя я был в следующей семье, но после армии первая. И один епископ, который сидел в тюрьме, пришел в деревню. Там было 5-7 бабушек. Мой отец, 5-7 бабушек, и он был. И он мне говорит, ты будешь сегодня проповедовать. Он не знал, что я никогда в жизни еще не проповедовал. И он говорит, ты будешь сегодня проповедовать, показывать на меня. Я перепугался и не знал. Я взял Библию, я стал ее читать вперед-назад. Мне казалось, что мне Библии не хватает. Кем Библии? И в конце концов, я считаю, что Бог нашел меня, смиловался надо мной. Я открыл Матфея, 5 глава, 1 стих. С 1 стиха по 8 стих я прочитал. Я с перепугу весь дрожу, с перепугу сел. Там передо мной 5-7 бабушек, 9 человек, 10 максимум меня слушали. Я весь перепуганный прочитал, без комментариев, без ничего. Сел, и я понял, с меня никогда не получится проповедник. Никогда я не смогу проповедовать. Потому что 7-10 человек, и я, а что? Я не могу проповедовать. Петь тоже не могу. Что мне делать? И это именно проходило время, когда мне нужно прийти к выводу. Господь, ты так сотворил меня. Вот я и так буду проповедовать, проставлять твое имя. Прошло время. Прошло время. Когда уже люди говорят, слушай, как ты проповедуешь ее хорошо. Я говорю, я и тогда не слушал людей. И сейчас не слушаю людей. Почему? Потому что тогда люди могут оценить так, а сейчас могут оценить, что же апостол. Я говорю, и то было, оно мне не надо, и это оно мне не надо. Как Бог сотворил наше дело, как мы можем сегодня смириться и сказать, Господь, так как ты мне дал, я хочу прославлять твое имя и служить тебе. И сегодня вопрос заключается, насколько я и мы все вместе, мы можем в простоте служить Богу, подать Евангелие. Расскажу еще один пример. Я могу целый день рассказывать, но я знаю, что время убегает. Еще постараюсь один пример привести о смирении. Мы сегодня все говорим о смирении, как практически смиряться. Однажды приехал один доктор богословия и хотел, братья меня просили, может он поедет в Индию, как проведет лекции и семена. А я говорю, братья, да не нужен он там. Ну не нужен мне он там. Но они стали упрашивать. Я говорю, да не нужен мне он там. Я говорю, братья, ради вас я послушаю этот раз. Ну вы посмотрите, потом вспомните то, что я вам говорил. Ну ради вас я этого сделаю. Я говорю, хорошо. Поехал этот доктор богословий, поехал в Индию. Эти люди купили ему билет туда в Индию. Купили очень много литературы, все сделали, все. Ну потратились очень много денег. Поехал он туда. Побыл он там. Организовали для него семинар, чтобы он провел людям. Это знаменитый. Может многие и вы его знаете. Имена не буду упоминать. Имя его знаменитый. И когда он поехал туда, он два-три дня побыл с людьми там. А на третий, он должен был неделю там провести семинар. А на третий или четвертый день, я уже не помню. Он говорит, братья, я здесь уже с вами не могу находиться. Идите, найдите мне гостиницу. Я уже здесь, здесь находиться в этой грязноте, вот это я не могу. И вот эти с людьми, которые окружаю, не могу. Мне найдите гостиницу. Я хочу, я хочу дальше быть гостиницей для меня достаточно. Я, братья, они передают, они ему взяли гостиницу. Он побыл в гостинице. Все, потому что он... Люди-слушатели послушали его. И братья, индусы, сестры, мне обращаются, звонят, у меня там не было. Он звонит и мне говорит, пастор, пожалуйста, если можно, таких людей, Боже, никогда не присылайте к нам. А я говорю, а что такое? Что случилось? Я говорю, да он не может снизить к нам на наш уровень. Мы не понимаем, о чём он говорит. Мы не понимаем его. Он даже два дня-три побыл с нами и потом пошёл в гостиницу. Если можно, больше... Мы его не понимаем, о чём он говорит. Если можно, больше не посылай его. Нам было неудобно. Мы думали, что он твой друг. И как-то неудобно было сказать тебе сразу. Мы даже не хотели, чтобы он посещал наш дом, наши дома. Мы его сразу по аэропорт отвезли и сказали, пусть едет, но он нам не нужен. Вы знаете, когда они мне всё это рассказывали, а мне стало стыдно. Я говорю, братья, расскажу вам правду. Я не хотел его сюда. Это не мой друг. У меня таких друзей нету и мне не нужны такие друзья. Я говорю, это я не хотел, но меня уговорили. Они заплатили, всё сделали. И они говорят, ну всё, мы поняли. Говорят, мы знаем, что ты так не учишь. Когда я это всё услышал, я сказал, чтобы ноги больше не было таких людей, видных и знаменитых. Вот наше смирение, как мы смиряемся перед Богом. Люди чувствуют это. И Бог, и люди чувствуют, насколько мы просто тем и служим Богу. Или что-то у нас своё ядро, которое мы не можем смириться и не зайти к этим людям. Может ли Бог использовать таких людей? Да, конечно, нет. Может ли Бог благословлять? Да, конечно, нет. Когда Бог благословляет? Когда мы смиряемся, простотею служим, движемся за Ним и воздаём Ему славу и ходим по земле. Вот это я сегодня говорю о практическом служении, смирении перед нашим Господом. И когда это всё происходит, мы видим, почему-то Христос избирал себя. Они же не книжные. Они не сильно научены, если его апостолы были. Бог избирает таких для того, чтобы ещё в этих людях чему-то научить их. У них ещё есть место. А когда сильный человек большой, знаменитый, всё знает, всё понимает, Богу уже там нету места, где работать. Бог уже не может, он святой не может уже там ничего научить такого человека. Это есть проблема. Поэтому моё пожелание сегодня для вас, как мы можем практически смириться, чтобы Бог ещё мог в Духе Святом чему-то научить нас. Добраться до нас. Дадим Ему волю, право добраться до нашего Я, нашего сердца и что-то поменять там. Изменить наше Я, изменить наше сердце, поменять внутреннее, там то, что оно есть гордое и надменное, чтобы Бог мог что-то делать и действовать. Вот о таком смирении я проповедую и говорю, что это есть библейское, правильное библейское именно смирение, когда мы приходим в простоте во Христе. Я сегодня не говорю о том, что Библию надо читать, Библию надо изучать, Библию надо на коленях изучать, смотреть дверцы, чтобы Бог благословлялся, чтобы Бог учил, в Духе Святом нас учил. Нам надо ещё место дать Ему, чтобы Он мог добраться до нас. Потому что когда мы сильно большие, знаменитые, когда мы сильно такие, то Богу и тяжело к нам добраться и учить нас. Поэтому моё пожелание, насколько сегодня я и ты, я и мы, все мы вместе дали место Богу и Духу Святому, чтобы Он учил нас. Смирял нас, наставлял нас, благословлял. Насколько мы хотим жить именно в той простоте во Христе. Ещё одно место из Писания. И когда мы говорим о смирении, мы говорим именно то, которое было написано. Смотрите, братья. Апостол Павел пишет Коринфянам, как змей хитростью своей прельстил Еву, так же и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. И вот это есть самое, он сравнивает грехопадение, проклятие человечества. Смотрите, что как змей прельстил Еву, так же и ваши умы не повредились, чтобы мы не стали безумными. Повреждение ума. Мы можем быть фарисеями, но наш ум духовный повреждённый. Может, мы всё знаем, но в своей гордыне надменности он повреждённый. Так же наш ум не повредился. И чтобы мы не уклонились от простоты во Христе. Если мы уклонились от простоты во Христе, значит наш ум повреждённый. Другими словами, разум, духовная наша жизнь, всё оно повреждённое, имеет проблему. Потому когда мы сегодня говорим о смирении, пусть Бог поможет нам, чтобы у нас не было ни лицемерного, ни притворного. Не искали мы чего-то в большом смирении, а в маленьком. Возможно, на постели, возможно, где-то в единённой комнате. Возможно, мы сами себе говорим, Господи, я знаю, кто я есть. И так гордость, которая есть во мне, ты её знаешь, люди не знают, но ты её знаешь. Но я учусь, хочу, чтобы ты мне по-настоящему научил смириться перед тобой. Пусть Господь всех благословит и укрепит. Аминь. Передаём микрофон. Дякую. Дякую, брат Алекс. Дякую очень много. Хай вас Богу ясно благословит. Он будет же образом Божьим, не посчитать, будет равнее хищения, равнее Богу, но уничтожить себя, смирить себя, друзья, на моем прикладе. И, известно, Бог нас испытывает, чтобы мы, кто бы ни были, могли смиренно прославить Господа незалежно от количества. Поэтому я слово даю сестру Веру Фрицак из Молдовы, которая сама по-настоящему живёт в Молдове, знает украинский, российский, молдовский, гагаусский. И, когда не прошу, поет сестра на какой-то мове, она никогда не смущается и смело спевает. Я поэтому попрошу, хай Бог расположить её сердце, чтобы она пела для славы Господней песню. Божьей любовью. Прошу. Слава Дому. Слава Дому. О, Божий, слово не пропускай, не закрывая света глаз, и сердце не ожесточай. О, Бой спасён, приди сейчас. День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о, мудрым будь, О, Бой спасён, приди сейчас. Не может мир нас наградить, в нём нет отрат, он и я для нас. Начнишь по-христиански жить, О, Бой спасён, приди сейчас. Господь не хочет тех изгнать, Кто с ним вступил вообще не раз. Он хочет с ним свой труд начать, О, Бой спасён, приди сейчас. День завтра может не блеснуть, И солнце не осветит нас. Теперь пора, о, мудрым будь, О, Бой спасён, приди сейчас. Я хочу, я вижу, что и времени уже нету, Но хочу сказать небольшое свидетельство. Я готовилась, вы знаете, что я была в больнице, Была, меня оперировали, Я готовилась к другой операции, Проходила все анализы, УЗИ и всё остальное. И когда я прошла обследование, Тут обнаружили, что у меня желчный пузырь Очень увеличен, и очень большие камни. И мне УЗИ спрашивает, Вера, у тебя не болит? Я говорю, нет. Она говорит, да это не может не болеть. Я говорю, да не болит мне. Я взрослый человек и понимаю, что не болит. Но проходит ещё пару дней, И я, значит, Пошла на работу, как обычно, В четверг, это был один четверг, Пошла на работу, И тут хватает мне болеть сильно живот, В апигастральный, ну, желудочный, Всё, весь живот болит. И я подошла к доктору и говорю, Дам Надина, вот так и так, У меня вот сильно болит живот, Говорит, УЗИ, быстро на УЗИ. Я говорю, я сделала УЗИ. Я принесла карточку, Она посмотрела, говорит, срочно в больницу, Прямо срочно. И звонит доктору в больнице и говорит, Читай мне УЗИ. И тот говорит, Прямо немедленно отправляйте её к нам. И меня с работы отправляют в больницу. Пришла, значит, Операция, реанимация и в палату. Уже когда перевели меня в палату, Подходит доктор и говорит мне, Вы знаете, что вас очень Бог сильно любит? Я говорю, да, я знаю. А он говорит, Вы не понимаете, говорит, что там было? Я, говорит, когда, ну, сделал разрез и зашёл туда, Я сам испугался, как врач. И вы хотите сказать, что это не болело? Я говорю, нет. У меня это не... Где болит, болит. Это у меня не болело. У меня ни одного приступа никогда не было. Я готовилась к другой операции. Он говорит, так это... Я хирург, говорит. Но это чудо, это невозможно. Это вот то, что я там увидел, То, что я оттуда достал, Говорит, это невозможно, чтобы это не болело. Вы понимаете? Я говорю, ну, вы же сами сказали, Что Бог меня сильно любит. Поэтому Бог не давал мне этих болей. А когда Бог видел, что он... Врач говорит, что он... Вы это сегодня ночью должен был лопнуть, Мы бы вас не спасли, Потому что желчь обжигает все органы. Мало того, там полно гноя, говорит. Интоксикация. Мы бы вас не спасли. Вы знаете, что это чудо. Я говорю, а вы знаете, Что невозможно человеку, То возможно Бог. Потому что, говорю, Бог не давал воли. А когда Бог видел, Что он лопнет, и я умру, Он мне послал боль. Я попала к вам, Вы меня оперировали, И вот у меня все, слава Богу. Вы понимаете такое чудо, Что я действительно сегодня, Вот как я пропела псалом, Что день завтра может не блеснуть. И это мы должны быть, Как брат говорил, Близки, смиряться быть, Настолько близко к Господу, Что у меня когда обнаружили, Вы знаете, У меня обнаружили рак кишечника, Я готовилась на эту операцию. И я тогда сказала, Господи, я все отдаю в Твои руки. У меня такой мир был в сердце. Говорю, как поведешь? Может, я даю в Твои руки, Как ты поведешь, Вот так и будет. Но я действительно вижу, Что Бог взял в свои руки, И Господь ведет вот таким путем. Потому что, Если бы я пошла на эту радио, Или на ту операцию, Возможно, была лопнула, И возможно, Меня потеряли, И вот так. Я очень благодарна. Слава Богу, Сестра Вера, Дякую Господу, Что Господь наш не стоит на стороне. В связи с этим, Что вы пару дней отсутствовали, У вас должно быть счастье, Псалом. Бажано, На вашей ридной мове, Некис, У вас два ридной мочи, Четыре ридной мови. Да, могу, Но уже вон скоро, Что уже собрание, Отслужение заканчивается. Ну, у нас же время есть, Сколько, 32, Что сестра Вера Майя Вещи рассказывает, Сакраменто, Что брат Эрот, Там же сестра Люда, Что споет, Что у нас время есть. Ну, хорошо, Давайте я спою на моем языке. Ничего бы я не хотела, Господи, Только тебе быть Правильно тебе служить. Вот, Тебя гнали, Тебя над тобой смеялись, Но ты всех простил. Вот в этом. Биши джигвен, И стемес дембоба, Салса на дору, Измететме, Бирдувайлан, Духовный тюркюлен, Сенни мети, Нечем буердев, Сенни дубае, Тинке молодын, Сенни дуба, Насен ялвардын, Сенни дюдю, Лер хим сенни гюлюдуле, Рама сенахи, Сенни проститин. Сенни дюдю, Лер хим сенни гюлюдуле, Рама сен, Хеб сенни проститин. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 И резко с горяча грубим кому-то, так просто, чтобы нагрубить. Мы с легкостью любимых обижаем, лишь потому, что настроение ноль. И так выходит, что не замечая, мучительную причиняем боль. Слова, как воробей, их не поймаешь, а ранят точно туча. Точно туча стрел. И если что-то ты сказать решаешь, подумай, чтобы завтра не жалеть. Ведь брошенное, не подумав слова, однажды может сделать много бед. И от такой непрошенной обиды в душе останется очень глубокий след. В конечное время постепенно лечит, плохое помогая нам забыть. Но чтоб друг другу души не калечить, подумай, прежде чем заговорить. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, сестра Вера. Так, сестра Люда Шуман. Польша. Думай, есть? Есть. Есть. Слава Богу, только не видно, не чути. О. Я, Господь, твой Бог спасающий, И за дня в день ведущий тебя, Лишь полезному научающий И хранящий в тени крыла. Я пустыня храню источники, Среди моря творю острова. Мне покорны ветра восточные, Но покорна ли твоя душа? Если б ты любил меня, Мир бы твой был, как река. Правда твоя, как волна, Светом искрилась душа. Если б ты знал меня, Я бы услышал тебя. Сам наклонил небеса, О, если б ты любил меня. Я Бог милости и прощения, Выше неба моя благодать. У меня для души очищение, Ты найдешь, если будешь искать. Я есть путь, я есть жизнь и истина, Я есть дерь для души в небеса. Там, где разум встает бессмысленным, Просто веруй всем сердцем в меня. Если б ты любил меня, Мир бы твой был, как река. Правда твоя, как волна, Светом искрилась душа. Если б ты искал меня, Я бы услышал тебя. Сам наклонил небеса, О, если б ты любил меня. Я так возлюбил тебя, Дал тебе мир, как река. Правду я дал, как волна, Свет, чтоб искрилась душа. Я так возлюбил тебя, Что наклонил небеса, Крест твой вознес на себя, О, если б ты любил меня. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу. А что сестра Ева скажет? Среди с этим сестра Ева? Елена, елена. Сейчас пою. Давайте. Ищет Господь тебя, Ищет Господь тебя, Вот уже много лет, Хочет дарить, любя, Праведной жизни свет, Жаль, недоступна пока, Где обитает Бог, Выше, чем облака. Вечный его чертог, Жаль, недоступна пока, Где обитает Бог, Выше, чем облака. Вечный его чертог, Сердце свое открой, Хватит слезы ронять, Друг самый лучший твой, Хочет тебя обнять, Станет доступна уже, Где обитает Бог, Если в твоей душе Он поселиться смог, Станет доступна уже, Где обитает Бог, Если в твоей душе Он поселиться смог, Выбрав тебя из всех, Как овечку понес, Взял на себя твой грех, Спаситель наш Христос, Не отвергай же его, Вечность нельзя терять, Господа своего, Сердце спеши принять, Не отвергай же его, Вечность нельзя терять, Господа своего, Сердце спеши принять, Слава Господу! Слава Богу, Дашему! Так, друзья, сестры, у кого-то еще ебешь, Чтобы с собой до дома нанесли, И сестра Лидаша споет, и брат, Рад, до молитвы проведай, потому что час бежит, Летит, да, нам было сегодня тоже доброе, Чули, едва дёрлись, и я думаю, что наши братья Заметили, что у нас простота, Мы спеваем, слава Бога, проповедуем, Рассказываем чудные дела, свиткуем, И не соромимся, и не боимся, Як бы кто спобачит наши слозы. Есть, Боже, еще? Сестра Таня Дороженкова, прошу. Прочитаю вірш. Когда будет тяжело в жизни, Когда тягар подкосит ноги, Поплачь, поплачь на самоте, И дальше иди слідом за Богом. Хоча в души гірка печаль, Розбите сердце и тривога, В молитві рук не опускай, Не залишай ніколи Бога, Душа болить, багато ран, Летіли стріли, сердце злого, Прощай, з любовью всіх прощай, І в цьому не вини нікого. Задовго наперед Бог знав, Що будеш йти через пустиню, Він дух у тобі гартував, Щоб в волях серце не остило. Господь поможе все знести, В Його любви не сумнівайся, Легко потечі її плести, Йди проти неї, Не здавайся, Знаю, нелегко, Та зумій ніколи не шукати свого, Переступити власний біль, І не вини ні в чому Бога. Куди від нього ти підеш, Коли тягар вже не під силу, Підтримку в людях не знайдеш, Один розібіжся безсилий, Одна зернина не росте, Принести плоду не зуміє, Одне полінце не горить, Холодне серце не зігріє, Якщо присуджено іти Через пониження і болі, Ти маєш шанс тоді рости І вчитися в Ісуса школі, Змиритись з тим, що Він дає, Від тебе волю Він не скриє, Через низину проведе, І друге дихання відкриє. Навчись співати крізь сльозу, Тоді світити світлом ясним, То явить славу Бог свою, Простягне руку тобі вчасно, І ти Голгофу перейдеш. Лише вір, що прийде перемога, Борися, падай і вставай, Не залишай ніколи Бога. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Добрі, друзі, Щас у нас вже приходить. Викручили я свій мікрофон і говорю. Неміччя, Гермія. Ви готові? Сестра Ліда Лік. Всегда готов. Ну, давайте, дуэт ваш і братра до молитви. Я хочу з тобою поговорити, Мой хороший, Самый лучший друг, На мене с небес ты посмотри, Слышиш сердце частый-частый стук, Я хочу з тобою поговорити, Облегчит печаль і чашки груст. То, що здесь мене некому відкрив, Я нешу тебе, Мой Ісус. Я з тобою поговорити хочу, Тому що далеки друзі. С ними я о горе помолчу, І мене понесу печаль і я, Я з тобою спешу поговорити, Час, коли темно, темно, вокруг, На мене с небес ты посмотри, І прийди, як самий лучший друг, На мене с небес ты посмотри, І прийди, як самий лучший друг. Так, ще раз благодарность Господу, За Його охрану, за милость, Снова за эту нову неделю, Снова Бог нас обхранял, оберегал. І сегодня дал це таку можливість, Що в мирнеє время, Собратися тут, І з всіх разных країн, І прославити Господа, Тому що і написано, Одна вера, одно крістіння, один Бог. Книга на землі, у нас є багато вероисповідань, І кажучи говорять, Моя вера краще, чем ваше, Але Слово говорить нам все наоборот. Кто не буде исполняти волю Отца мою І западному, тому, так можна сказати, Не видать Царства Божия. Действительно так. Потому що одно Слово, Але многу понимають інакше все. Сьогодні Бог многу говорив через Слово, Через Стихи, через Псалмы. Кто був внимателем, Кто ще не слушав, Тот запоминав, Що сегодня хотів Господь Духом Святим сказати Наші серця, Де нам ще треба поменяться, Де нам ще треба, Може так сказати, Примиряться. Тому що дійсненно Слово говорить Ви цього дня і щаса не знаєте, Коли це прийдет, Але Бог говорить, Той знаєте, Що прийдет время, І она йдет до цього время, Ви цього вже вже прийдет, Тому що Слово Божие не обманує. Она говорить, Коли Христос був на земле, Он говорить істину, І він сказав, І він сказав нам всем, Через Слово він говорить, Не ужасайтесь, Не удивляйтесь, Я вам говорю наперед, Щоб ви це все знали, Коли це прийдет. Дійсно, Бог хоче, Щоби каждый человек, Імел цю життя, Весь для цього Бог послал свого Сына. І він десь даже в Луке говорить, Служити Ему, Святості, Правді перед Нима, Всі дні життя нашої. Звичай, Нам надо, Конечно, Особно це время, Сейчас особно це время, Теже, Ідет по этой земле, Ідут войны, Землетрясення, І Христос і сказав, Будуть местами войны, Будуть землетрясення, Будуть все на этой земле, Але ви не ужасайтесь, Тому що це дозно бути. А що дальше буде, Ніхто не знає. Один Господь знає, Ще немного співалось, Тому що, Хоже, завтрашній день не буде, Тебя, Знаєте, Я теж вчера попав в больницю, Візвали скорую, Я теж даже і не думав, І знаєте, Человек ніколи не думає, Це було на обед, Час дня по нашому часу, Времені, Ну, Жена жарила, Пожарила рыбу, Карп, Вот, Я його люблю, Цент карп, Ну, я Два кусочка съєл, Думаю, що мене ще возьму, Поєл, Ну, я взял і поєл, Ну, хлеб взял, взял, С ним, С цим, С цим, С цим, С цим, С рыбою, Вдруг, Мене стало плохо, У мене косточка застрягла, Варту, 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 Человек со страху Начинає, Вспомінать все, Що він делав, Що він просив, Що він просив, Що б просить прощений, Ну, Жена не знала, Що делать, Варту, Я вызываю скорую, Ну, Скоро я приїхала, Она быстро приїхала, Минут 5-10, Наверно, Пришла, Она була здесь, І мене взяли, Забрали в больницу туда, Вот, І вони осмотріли мене, Говорят, А де у тебе це застрягло? Я говорю, Зазвичай, І я тут врач, Пришел один, Который осмотрел мене, Он говорит, Туди стремити, Сестрі, Говорят, Дай їму води. Он, Она дала мене води, Я глоток взял, Он говорит, Как? Я говорю, Ну, Как? Болит мне здесь, Говорят, Болит, Ещё не знаю, Что. И он говорит, Ещё возьми воды. Я ещё взял воды. Он говорит, Ну, Как? Я говорю, Болит. Ну, Хорошо. Он говорит, Ещё раз возьми, Ещё глоток. Я взял глоток и так делал. И, Знаете, Этот косточка вышел, И я держу в руке. Он говорит, Видишь? Действительно, Эта косточка, Она застряла, Могла бы ещё дальше идти, Но Бог остановил, Даже не пустил эту косточку. Ну, Я говорю, Всё, Я уже пошёл домой. А ну, Не-не, Домой ты не пойдёшь ещё. Вот, Мы сейчас мы должны тебе ещё смотреть в желудке твоём. Ну, Как по-русски сказать. Да, Смотреть в желудок. Шланг глотать. Я говорю, А чего? А, Что я знаю, Может, Где-то что-то ещё у тебя есть там. Ну, Мне взяли, Повели в другую отделение там, И дали наркоз. И я уснул. Такой наркоз дали, Что минут 10-15 спал. Ну, Когда я проснулся, Я спросил, Как, Всё? Да, Всё нормально, Всё хорошо. Всё у тебя чисто в желудок, Всё хорошо. Я говорю, Слава Богу. Ну, Я говорю, Ну, Я всё, Я пошёл. Вот, Никуда ты не пойдёшь. Ты после наркоза, Ты должен ещё находиться здесь. Я говорю, Как? У меня же всё нормально. Я уже вон, Болит, Конечно, Горло болит, Здесь всё. Но, Косточки-то нету. Он говорит, Нет, Ты ещё останешься здесь. Но я не хотел, Говорю, Нет, Я домой пойду. Ну, А медсестра говорит, Тогда подпишись, Что ты, Ну, Добровольно уходишь домой. Я подписался, И всё. Вот так человек, Знаете, Мои дорогие, Не знает ни часа, Ни дня. Потому что, Действительно, Бог показывает, Человек, Ты никто на этой земле. Ты есть прах, Ты земля, И ты не знаешь ни дня, Ни часа. Когда страх, Вот человек, И он всё вспоминает, И он начинает просить у Бога прощения, Кается, Там всё, Потому что он хочет царства Божьего. Но Бог нам даёт ещё время, Чтобы нам не каяться, Когда кто-то Бог родит на родном болезни, И что-то делает с тобой. А нам надо всегда каяться, Примираться, И будь всегда готовым. Потому что нам Христос много примеров привёл. Когда хозяин дома знал бы, Когда придёт вор, Он бы бодрствовал бы, И не дал бы подкопать этому вору, Не заходить в дом его. И он так и говорит, Так и вы. Вы не знаете этого ни часа. И то он говорит, Когда наш Бог нашёл, Он говорит, Служить ему, Святости, Правде, Перед ним, Во все дни жизни нашей. Мы знаете, Мои дорогие братья и сёстры, Друзья, Мы дали обещание Господу нашему. Ему служить. Когда мы приняли вводное крещение, Дали ему обещание. Пусть Бог каждому поможет нам, И нам даже, И Марка нам говорит точно такие слова. Он здесь говорит, Восьмая глава 34 и 38 стих. И подозвал народ к ученикам, И подозвал народ к ученикам, И сказал им, Кто хочет идти за Мною, Отвернись в себя, И возьми крест свой, И следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою изберечь, Тот потеряет её. А кто потеряет душу свою ради меня, И Евангелие, Тот бережёт его. Ибо какая польза человека, Если он приобретает весь мир, А душе своей повредит. Или какой выкуп дашь человеку за душу свою. Ибо кто посадит за меня, И моих слов вроде всей пролюбодейном, И грешен того посадит и сын человек, Когда придёт в славу, Отсаживав вас с святыми ангелами. Действительно нам, Здесь тоже нам, Евангелист Марка говорит, Чтобы, Кто хочет идти за мной, Мы должны действительно отвергнуть всё, И взять через свой крест, И идти следу за ним. Потому что, конечно, Будет тяжело на пути, Будет ожидать всё на пути. И сейчас, конечно, Многие уже и страдают, Многих уже гонят. Вот Индии, Я уже говорил, Что у меня есть брат тоже в Индии, Он у меня несколько раз уже был здесь, Он тоже пастор церкви, И он говорит, Очень часто тяжело христианам. Особенно они, Эти индусы, Они люди не любят христиан. Они сжигают церкви, Они убывают людей, Они заходят в церковь, Разгоняют церковь, Сжигают там, Всё делают, Выводят на их прошлость, Сжигают живыми людьми. Понимаете? Потому что Бог, Конечно, допускает это. Он то и он говорит. Так Бог смотрит на наше, Как мы будем дальше идти, Или будем уже сдаваться, Или скажем, Господи, Дай нам только силы пройти это всё. Действительно, Бог говорит много, Нам много говорит, Но иногда мы этого не берём внимания. Мы иногда не слышим, То, что Бог сегодня уже, Тоже говорил, Что действительно, Когда Бог говорит, Два-три раза, Всё, Аминь. Одно и то же. Конечно, Если человек надоедает Богу, Бог допускает. Пожалуйста, Дело, Иди, Езжай, Куда хочешь. Но потом, Будет тяжело. Действительно, Как это пример был сегодня, Так и с нашим церкви случилось. Тоже Бог нашему пастору говорил, Это откровение, Чтобы он никуда не ехал. Но он не послушался. И Бог ему тоже сказал, Если ты не послушаешься, И поедешь в Канаду, То не будет благословения у тебя. Но он это не послушался, Так и с нашим церкви. Он и уехал, И действительно, Там было падение. Там было разрушение церкви. Люди делились по кучкам уже. Потому что это не Божие было. Бог ему сказал, Что он здесь в Германии остался, Вез народ тут, А он не послушался. Так и мы. Если мы что-то не слушаемся, Бог нас наказывает, Нас допускает. А чтобы потом не винили, Не винили его, Не сказали, Почему, Господи? Потому что мы знаем, Почему Бог нас наказал, И Бог предупреждает нас всех. И сегодня Бог дает нам Еще это время благоприятное, Чтобы мы еще действительно Служили им и ходили. И чтобы мы не оставляли Собрание свое. Так как написано здесь тоже В 20-м Деянии апостолы говорят, 29-го стиха, Ибо я знаю, Ибо я знаю, что отшествиям в моем Войдут к вам лютые волки, Не щадя стадо. И из вас самих восстанут люди, Которые будут говорить превратно, Дабы увлечь учеников за собою. Почему? В будущем памятую, Что я три года, Года, день и ночь, Не пристану со слезами Учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу славу, Благодать и его могущество, Нажидать вас боли И дать вам наследие Со всеми освященным. Здесь нам тоже ясно напоминает, Уже говорит, апостолах говорит, Ибо я знаю, когда Христос сказал, Ибо я знаю, что отшествиям войдут К вам лютые волки, И не щадя стадо. Мы видим это действительно, Что сейчас такое время, Что действительно надо нам бодрствовать И стоять на сразу сердцу. Если мы люди духовные, Нам надо молиться и спрашивать, Что это за люди, Что это за пророки, Что это за проповедники. Потому что он говорит, И даже из наших, Самые братья, Не мир, А из наших, Самые братья восстанут на нас. И будут говорить про разную, Будут учить обманами, И будут проповедовать ложь. Потому что Бог нас предупреждает, Чтобы мы, Как он говорит, Чтобы мы бодрствовали, Пусть мы бодрствуемся. Везде и повсюду. И даже с людьми, Когда беседуешь с людьми, Надо и с людьми бодрствовать. Когда проповедуешь, В других церквях, Надо бодрствовать. Везде Господь хочет, Чтобы человек бодрствовал, И стоял на сразу. Потому что враг, Он только крик усилел. Почему Христос это так сказал? Потому что люди, Чтобы люди бодрствовали, Не попали в всех этих врагах. Потому что враг и тер, Он бодрствует. Но народ Божий не бодрствует. Мы знаем Писание, Когда Христос взял Своих мутерников И пошел по молитве. Что они сделали? Он что им сказал? Молите, бодрствуйте И молите со мной. А они что? Ушнули. А враг не спал. Он, как один брат сказал, Он 24 часа бодрствует. И он свою работу делает. А человек не может Божий бодрствует. Потому что глаза Его закрываются. Даже когда читаешь Слово Божие, Спать хочется. Но когда ты где-то не так, И где-то так ходишь, И спать не хочешь. Или что-то другое смотришь, Спать не хочешь. Но когда Слово читаешь, Клоня тебе сон. Пусть Бог на всех благословит И поможет, Чтобы нам действительно, Как сегодня много было сказано, Чтобы мы исполнили то, Что нам Господь хочет сегодня сказать. У них сегодня будут молиться За нужды, за проблемы, За все. Ему слава в веке веков. Аминь. Слава Богу. Ну что, дорогие братья и сестры, Друзья, Служение церкви нашей Приходит до закинчения. Дякуем Богу, Что Господь нашел нас, Дал нам возможности, Смогу, Пути разом, Проставить нашу Господу. Пословите Слово Божие, Пидбадеритесь, Как брат сказал, Ободрите нас друг к другу. Дякуем брата Алекса, Что подключился, Дякуем всех нас, Вас, дорогие друзья, А за вас ваши нужды, У кого есть проблемы, Во-первых, Подякуем за святую веру, Фрицак, За то, Что Господь мне чула свидетельство, Прекрасное свеченье, Это чудо Господне, Мы дякуем Бога. Так, Сестра вера хочет добавить, И прошу. Хочу поблагодарить Господа и вас, И хочу, Чтобы ваша вера возросла, Бог слышит молитвы наши, Ваши. Безграничная благодарность Господу, Что он такой милостивый, Даже нужды нету, Только благодарность, Пусть Господь благословит всех вас. Дякую, Сестра вера, Шептал, Друзья. Так, Сестра Люда, Шуман, Якут, Здоровье, И какого стадии там лечения? Значит, Благодарю сердечно, Господа, И благодарю вас сердечно, За ваши молитвы, Я их чувствую, И без них никуда не могу. Последняя химия была сделана, 16-й, Это вообще Божья милость, Что я вообще с такой аллергией, Как у меня, Что я вообще после этих химий, Вообще живая, Да, Это Бог. Это Бог по вашим молитвам, Друзья. Но сейчас мне нужно, Чтобы организм был восстановлен, Чтобы все органы были восстановлены, Чтобы эта химия, Она убивает, Она убивает раковые клетки, Убивает здоровые молодые клетки, Нужно, Чтобы сейчас организм был очищен, От этих мертвых клеток, Которых она поубивала. Вот, Потому что много проблем в организме, Но я знаю, Что Бог поможет все это пройти, Чтобы зрение, Бог восстановил на зрение, Тоже химия дала. Вот, Поэтому я верю, Что Бог сильный, Тем более, Как сегодня Вера рассказывала, Еще больше укрепляет, На такие свидетельства, Еще больше нас укрепляют, Да? Вот, Шестого числа мне нужно ехать в госпиталь, Шестого следующего месяца, Восьмого числа, Уже восьмого ноября, Восьмого листопада, Да? Назначена операция, А потом дальше еще будет лечение. Вот, Значит, И хочу с вами, Друзья, Поделиться радостной вестью. Ко мне приезжает дочечка, И внуки приезжают. Вот она уже в пятницу будет выезжать, Да? Мы так посчитали с мамочкой, Что мы не виделись с внуками и дочерью, Не виделись мы где-то три года, Может быть, Даже больше. Вот два года идет война, И это пандемия еще, Ну, То есть мы уже не виделись давно И соскучились. И так Бог устраивает, Знаете, Я ее особенно как бы не просила, Чтобы она приехала, Потому что я понимаю, Что это и вытраты, И двое деток маленьких, Да? С ними ехать. Но она сама предложила, Я так этому возрадовалась. Ну, И как бы, Ну, Давно уже об этом говорила, Но это не получалось, Потому что один внук уже пошел в школу, Да? А тут как раз, А тут получается, Пошел в первый класс, А тут получается, Что у него успехи там очень большие, Да? И эти буквы, Они там учат буквы, А он уже читает бегло. Ну, То есть, Если он там пропустит немножко, То не так страшно. И каникулы еще как раз попадаются. И врачи разрешили, Что со мной можно общаться, Потому что вообще перед операцией, Перед такой, Ну, После химиотерапии, Нежелательно, Чтобы кто-то к тебе приезжал, Да? Потому что, Ну, Возбежание, Чтобы ничем перед операцией, Чтобы был крепкий организм, Чтобы не заразиться, Ничем не заболеть. То есть, Я спросила врачей разрешения, Но они сказали, Что в это время можно. То есть, Господь все устраивает, Слава Господу, За все слава, Великая нашему Богу. И Бог мою мамочку укрепляет, И ободряет. Ну, Еще прошу молиться за ее здоровье, Что-то у нее там, Тяжи в желудке, Но мы верим, Что Бог все усмотрит, И все, Значит, Усмотрит, И поправит. Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу, И я вас сердечно благодарю, И молюсь за всех, За всех молитвенников. Я говорю, Господи, Кто хотя бы словечко замолвил, За мое исцеление Божьего, Сдай сто крат, Старицы. Ну, Я за всех молюсь, Друзей, За родных, Но за молитвенников, Особенно у меня молитва, За все нужды. Поэтому благодарю сердечно, И очень это служение, Пускай Бог благодарит, Благословит очень это служение, Ну, Как лично для меня, Это большая поддержка, И укрепление, Что я вас вижу, Слышу, И сама могу участвовать. Спасибо Господу за все. Слава Богу. Друзья, Я показываю фотки, Видно вам, Спасибо большое за фотографии, Благодарю сердечно. А я показываю народ баченщине. Видно, Видно, Брат, Видно. Значит, Это я показываю 10 лет назад, Вот сестра Люда Шуман, Зараз на вашей экране, Она там рассказывает стихотворение, Вот, Вот она. И наши сестры, Дочка, Внучка, Сестры Еве, Вот они спевают псалом 10 лет назад, На день рождения нашей церкви. Вот. Три поколения. А? Группа три поколения. Да, Три поколения. Так что, Я багато фотки, Понаходил, Пошукал, Думал, Такие добрые. Хорошо, Я рад за вас, Что вы помните, Хай Бог благословит вас, Дуже, Дуже, Рясно, И в вашем жизни все будет прекрасно. Хорошо, Друзья, Добрый, Еще есть нужды? Подяка Богу за все милости, Сестра, Беда просит за детей, Недавно кажут, Игоря бачили, Дай Богу, Чтобы вы натягивались, Остановились, И пока все послужили Господу, И за Сережу Сашу. Да, Сестра, Люда, Максимчук. Я дякую Богу за все милости, Бажание сердца, Бога, И молитва, Бог знает, Какие проблемы, Хай выйди на встречу, И поможи Господи, Помолимся, Друзья, Будем нести тигарь один-одного. Прошу, Еще есть кто скажет? Сестра Оля, За все великое подяка Богу, Прошу помолиться за спасение детей, За примещение для нашей церкви, И чтобы Бог укрепил моё здоровье. Дякую. Доброе, Сестра Оля, Знаю Господь. Да, Сестра, Да. Я хочу поблагодарить за мужа, Кто вчера так страшно было, Слава Богу, Что все обошлось хорошо. Слава Богу, Не кормить больше карпом. Да, Я ее не веком доме убить ее. Я ее только карпа терпеть не могу, Столько кисти там, Пока ты выбираешь, Подбираешь, Кушать уже не хочется. Я иногда удивляюсь, Моя жена тоже Гаяни любит, Вот, Там она есть. Она тоже дуже любит, То карп, Марп, Ой. Хорошо, Друзья, Доброе, Дякую Господу, Господь допустил, Бог и благословил, Бог и дал устройство, Слава нашему Богу. Если все сказали, Друзья, Мы, Кстати, Давайте еще помолимся За нашу собачку маленькую, Вы чули, На сегодня я завис, Проверяли анализы, Сахар высокий, Думаю, Господи, Ну, Только он такой маленький, Какой еще сахар, Помолимся, Помолимся, Бог уже, Какая, Тем более собака, Богу раз, И там вопросов нема даже, Величит, Великое, Уберет. Я сказал, Нет, Я буду повторно работать, Я не хочу верить, И не принимаю, Что моя, Мой маленький Арчи, Мой диабет, Как будто я маю мало, Еще Арчи не хватало, Так что будем молиться, Что ни у меня, Ни у Арчи не было. Хорошо, друзья, На сегодня мы заканчиваем Нашу трансляцию, Дякую Богу, Дякую вам, Что вы были с нами, Хай вас Бог благословит, Сохранит и сбережит. Все были служения Церкви Визвага, Я буду замысл наукоснен, Пас Церкви Визвага, Да поможет всем нам Бог, После заканчивания трансляции, Мы шире помолимся нашему Богу. Аминь.